Храмы Храмы На завод «Стройфарфор» пришел молодой руководитель, хозяин предприятия, Шавулу Лазарь Александрович. И за короткое время Лазарь Александрович и его команда сумели из убыточного предприятия сделать современную, успешную компанию России. И вот ради духовного объединения коллектива Лазарь Александрович решил построить часовню, благословением церкви, конечно, ну и сказал вперед. Да, именно так. Намоленный храм, где сегодня служится божественная литургия и совершается полный годовой круг богослужений, изначально задумывался как часовня в честь и славу пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Выбор небесного покровителя не был случайным. Тогда, в начале 2000-х, трагически погиб директор завода по производству Иван Образцов, и освещение часовни во имя Иоанна Предтечи стало своего рода памятью ему. Деньги на строительство по доброй традиции собирали всем миром. Однако большую их часть внес лично генеральный директор предприятия. А дальше вырыли котлован на выбранном месте, и прежде чем залить фундамент, осветили закладной камень. Чин его освещения совершил протеерий Георгий Смаркалов. Тогда благочинный приходов Шахтинского округа, а ныне настоятель патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске. С Божьего благословения дело спорилось. По проекту, разработанному командой специалистов во главе с Игорем Ткаченко, часовню возводила бригада строителей, работавших под руководством главного инженера завода Игоря Загорулько и начальника отдела капитального строительства Надежды Кищенко. Когда здание в целом было готово, возникла идея устроить в нем не часовню, а полноценный храм с алтарем и коностасом, такой, где не только служились бы молебны, но и могли совершаться все установленные церковью таинства и службы. Сказано, сделано. Художник Анатолий Кравченко и скульптор Юлий Левочкин выполнили проект иконостаса, не простого, а керамического. Они предложили нам сделать иконостас из керамики. Мы, керамический завод, который делаем плитку, наверное, и сможем это сделать. Мы решили так, все согласились. Ребята изучили это дело, естественно, им и поручили. Они изучили, купили оборудование, даже две сушилки, печки. И вот они начали работать эту крокотливую работу. Целый год они это делали. Но я думаю, что они сделали на славу. В самом деле, изумительный иконостас из керамики и сегодня своего рода визитная карточка Иоанна Притеченского храма-часовни в шахтах. Когда разглядываешь его, на ум невольно приходят ассоциации с работами лучших русских мастеров-керамистов XVIII и XIX века. На Донской земле такой один, а в России на время его создания он был вторым. Посмотреть на уникальный иконостас сюда приходят люди со всего города. И многие остаются, вливаясь в число прихожан этого небольшого, но дружного прихода. Самыми же первыми из здешних прихожан стали представители руководства и коллектива завода, а также те шахтинцы, которые 13 июля 2008 года пришли сюда, чтобы помолиться за чином великого освящения храма. Его в присутствии представители местной власти и духовенства совершил в дни попразднество Святой Троицы, правящий архиереидонского края, архиепископ Ростовский Новочеркасский Пантелеимон. Цветные витражи в небольших окнах, внутреннее убранство яркое и праздничное. Все это вместе со звучанием православного богослужения рождает в душе возвышенное, умилительное чувство. И за каждой божественной литургией здесь звучит молитва о здравии строителей и благоукрасителей храма сего, Игоря Неправды, Ольги Ильи Удовиченко, Виктора Егорова и многих других. Тех же из благотворителей, кто уже окончил свой путь земной, поминают в храме за панихидой, которую настоятель храма, отец Сергий, служит каждую субботу, сразу после божественной литургии. Так уж сложилось, что после службы прихожане Иоанна Притеченского храма часовни не расходятся. Остаются помолиться за умерших сродников, друзей и близких, всех тех, кто дорог их сердцу и оставил свой след в памяти живущих ныне. В небольших храмах Иоанна Притеченский тут не исключение. Атмосфера за богослужением очень уют, как теперь говорят, ламповая, теплая. Правда, вместить всех пришедших в дни великих церковных торжеств и престольных праздников миниатюрный храм не может. Поэтому внутреннее пространство здесь оборудовано микрофонами и усиливающей аппаратурой, которая передает ход богослужения наружу, на небольшую площадь вокруг храма, где обычно собираются люди, пришедшие разделить с прихожанами радость праздника. А для людей с ограниченными возможностями оборудован ведущий ко входу удобный пандус. Хотя для настоятеля храма Иоанна Притеча приписной здесь есть главное – неравнодушные деятельные прихожане, которые охотно помогают отцу Сергию в его служении. Идет ли речь о пении за службой, о помощи пожилым людям или о подготовке братской трапезы ко дню престольного праздника. Все, кто здесь есть, уже являются одной большой дружной православной семьей, которая не просто приходит, что называется, лоб перекрестить, а они приходят участвовать в богослужении. Они приходят, и здесь, знаете, у меня моя супруга даже иногда так откликается, говорит, у тебя весь храм поет, у тебя хора нет, у тебя весь храм поет. Ну вот это должно быть, наверное, в каждом храме, чтобы все не просто поставили время, а участвовали в богослужении. И это очень важно. Настоятель храма, отец Сергий, окормляет несколько воинских частей. И в этом служении прихожане также посильно помогают ему. А если кому-то требуется срочная помощь, например, средства на операцию, верующие всем миром собирают необходимую сумму. Так и живет Иоанна Притеченский приход сегодня. Но и о прошлом, когда храм только строился, здесь, конечно же, не забывают. Очень хотелось сказать слава, благодарность, наверное, тем людям, которые построили этот храм. Ведь если будет множество таких мест, где люди могут прийти, воздать Богу молитву, и как мы помним из слов Евангелия, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них, то наши молитвы будут быстрее доноситься до Господа, и Господь будет спешно относиться к ним. И все испытания, которые выпадают, в частности, и сейчас на долю нашей страны, нашего Одинского края, они пройдут гораздо быстрее и легче. Вот построив такой храм, человек может знать, что за него молится вся церковь. Люди все молятся как за создателей храма сего. Поэтому за его близких. И хорошо бы было, если бы каждый из нас мог построить от себя такой храм, как Господь. Жизнь человеческая скоротечна. Как сказал пророк, не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Храмы же Божии строятся на века. В своем первозданном виде или перестроенные потомками, они и столетия спустя рассказывают о том, как прежде жили люди и какой след в истории они оставили. Храм, собор или часовня – это прежде всего дом молитвы. Но это еще и послание будущим поколениям о временах, в которые нам с вами довелось жить.